В Сколково состоялся инфорум Союза журналистов. Наши коллеги обсудили самые актуальные проблемы и вопросы одной из самых непростых творческих профессий. Союз журналистов России – крупнейшая общественная независимая организация, объединяющая работников средств массовой информации. Общее число членов Союза составляет около 80 тысяч человек. Союз журналистов – организатор масштабного медиафорума, в котором принимают участие журналисты региональных и местных СМИ, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители средств массовой информации, представители региональной власти и федеральные эксперты. В этом году в Сколково дискуссию посвятили перспективам развития традиционных СМИ в эпоху новых информационных технологий. Вопрос о том, что будет с традиционными СМИ в новую эпоху цифровых информационных технологий, это вопрос не новый, он появился не сегодня, не вчера, когда в 2008 году стал министром. Уже тогда говорили, что скоро ничего не будет, ни театр, ни кино, даже телевидение, будет один сплошной интернет. Как мы видим, благополучно остается у нас и театр, и кино, и телевидение, и интернет, и газеты, и все это прекрасно сосуществует. И самое главное, ведь это вопрос не как, или не посредством какого, посредством какой технологии доставить информацию до читателя, а что писать, и как писать, чтобы это было ему интересно. Большое внимание собравшиеся уделили теме перехода с аналогового на цифровое телевещание и возможности появления так называемой 22-й кнопки для местного и регионального телеканала. Очень важные проблемы всегда поднимаются на наших информах. Сегодня целый спектр того, что происходит в Подмосковье, мы услышали, целый срез. Можно сделать вывод, что несмотря на все проблемы, журналистика в Подмосковье жива, она развивается, она ищет новые подходы, новые варианты. Понятно, что значительная часть контента уходит в интернет, и там тоже надо работать. Тем не менее, все-таки, несмотря ни на что, и печатная пресса будет жить и развиваться, несмотря на все проблемы и радиотелевидение, также просто нужно понимать, как приспосабливаться к запросам времени. Еще один немаловажный вопрос коснулся доверия целевой аудитории к информации, которую выдают в различных форматах, будь то печатные, телевизионные, либо родильные СМИ, журналисты. Ведь в 21 веке журналистом может считать себя практически любой человек, не имеющий специального образования, а, предположим, просто публикующий посты в своих соцсетях и позиционирующий себя как блогер. Дело в том, что ведь блогер не несет ответственность перед обществом за качество той информации, которую он выдает. Он, как импрессионист, создает впечатление, в отличие от журналиста, и он пишет о том, что ему интересно. Но порой, если это попадает в нерв проблемы, и все это разносится социальными сетями, тот самый вирусный редактор, вот он и формирует контент, и формирует повестку. И во многом за счет этого и утрачивается доверие вообще ко всем журналистам, потому что аудитория, обычные люди, они не делают разницу между профессиональным журналистом и блогером. Также на инфоруме были представлены презентации проектов «Стратегия будущего», форцать сессии «Как поймать молодежь или где нам взять другую аудиторию», монетизация социальных сетей ВКонтакте с региональными медиа, правовые основы деятельности журналистов, новых медиа и другие. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадио компания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова